В Люберцах проходят торжества, посвященные Дню Защитника Отечества. По традиции они начались у мемориального комплекса «Вечный огонь». В память о тех, кто отдал за родину самое дорогое – свою жизнь, там состоялась церемония возложения цветов. Участников мероприятия встречает военный оркестр у подножия памятника воину-освободителю, почетный караул и знаменосцы. 23 февраля – одна из тех дат, когда в очередной раз вспоминают о защитниках, которые совершили подвиг во имя Отечества и чествуют героев нашего времени. От детей войны Люберецкого округа я поздравляю всех участников Отечественной войны и всех ребят, которые сейчас воюют и которые пришли на побывку во время своего отпуска. Мира хотел пожелать всем здоровья ветеранам, силы духа, найти себя, не потеряться. В деле, в помощи, в воспитании нашего подрастающего поколения. Поздравляю всех. Не только тех, кто воевал, но и мирное население. Они помогали фронту. Перед церемонией возложения цветов, все, кто собрался у мемориального комплекса, почтили память павших защитников Отечества минутой молчания. Наступает минута молчания. Первыми цветы к подножию памятника возложили глава городского округа Люберцы Владимир Волков, председатель Совета ветеранов Юрий Орехов и депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско. За ними последовали депутаты городского округа Люберцы, ветераны боевых действий, представители ветеранских организаций, молодежи и курсанты военных вузов. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.